всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вот сколько существует канал вот столько появляются комментарии под роликами покажи рецепт плова сначала отмазывался тем что нет казана затем что нет подходящего для плова риса но казан появился рис я привез из россии хотел было начать рассказывать про отсутствие нормальной баранины но все равно в наши края никогда подходящую для плова баранину не привезут поэтому решил буду готовить из говядины еще хочу сразу сказать вариантов приготовления плова многие многие сотни совершенно бессмысленно спорить о том какой вариант правильный какой нет поэтому сегодня я буду говорить не о правильном рецепте а важных именно для сегодняшнего варианта плова моментах и так для сегодняшнего плова мне понадобится вот такая говядина это ребра и это мясо с голяшек для сегодняшнего плова зерак будет вариться долго а для длительной варки нужно мясо которое не расползется в хлам поэтому если собираетесь готовить плов с бараниной берите зрелого барана молоденький не подойдет ну а если говядину то вспоминайте о том что вкусное мясо растет на костях поэтому ребра и голяшки наш сегодняшний выбор еще много моркови реально много вот столько же по весу сколько риса именно обжаренная морковь и будет сегодняшним плове тем вкусообразующим элементом вокруг которого выстраиваются все остальные вкусы и ароматы поэтому молодая сочная морковь не подойдет нужна зрелая такая яркая если она недостаточно сладкая добавим сахара кроме того понадобится его раз сезонная вы тоже важный момент она и аромата плова добавит и сладости также нужен лук чеснок острый перец и рис я привез из россии вот такой-то ты взира не обязательно использовать именно его но мне нравится во-первых его вкус ну а во-вторых нравится как он ведется в плове по большому счету плов конечно можно приготовить из почти любого сорта риса правда каждому из них нужно будет приноравливаться у разных сортов риса разная степень углащения на разное количество крахмала разное поведение воде некоторые требуют замачивания некоторые нет дозирую сначала замачиваю в хорошо подсоленной воде вот промывать буду непосредственно перед выкладкой в казан ну что начнем можно озаботиться растопкой готовить буду на углях поэтому раскочегарю их и пока этот процесс идет займусь овощами я использую растительное рафинированное масло курдюк вещь конечно хорошая но в наших краях я за пять лет жизни курдючных баранов не нашел и вот в очень хорошо разогретое масло выкладываю мясо сначала косточками вниз рядом крупные куски мяса с голяшек это тоже очень важный момент куски крупные и примерно одинакового размера не надо их ворочать до тех пор пока мясо с нижней стороны не покроется румяной корочкой если мясо будет нарезана мелкими кусочками то после этой обжарки да еще и потом долгую варки на расположился в хлам мне этого не надо сейчас кое-кто начнет рассказывать про то что сначала надо целую луку и сумаса выложить для мифического убирания запахов знаете слепой тест лучший критерий истины я готов поставить 1000 евро против дырявого презерватива что никто из этих знатоков никогда в жизни не определит в готовом плове обжаривала ли я в рафинированном растительном масле предварительно целую луковицу или нет можно уже переворачивать мясо теперь обжарка на второй стороне еще момент когда я готовил плов в настоящем казане на открытом огне то сначала выкладывал масло нарезанный лук на когда он уже обжаривался выкладывал нарезанным большими кусочками баранины но если попытаться перенести тот опыт на вот эти крупные куски мяса еще и с моим казаном а у моего как видите дно плоское то становится совершенно понятно что лук чертям сгорит до того как мясо успеет поджариться в круглом то мясо стекает вниз вот этого шарообразного дна и получается что и мясо и лук обжариваются в глубоком масле для того чтобы такого же эффекта достичь вот в этом с плоским дном нужно столько масла вбухать то это будет уже не рис а огромная куча масла с плавающим днем рисинками мясо обжарилась чтобы не мешало мне пока отложу его в сторонку пусть вот здесь полежит а сюда отправлю лук его надо будет обжаривать до румяности короче вся вот эта вот вывернуты с ног на голову последовательность закладки продуктов только из-за того что я готовлю не в казане с шарообразным дном а в казане с плоским дном ну и потому что используют крупные куски мяса они аккуратные мелкие нарезанные баранину на самом-то деле плов может приготовить даже в малированной кастрюле просто извращаться для получения хорошего результата понадобится еще больше но если нет казана не отчаивайтесь помните главное что нужно в процессе получить хорошо подрумянинное обжаренное мясо хорошо обжаренный до коричневый лук и хорошо поджаренную морковь которую кстати уже можно добавлять сразу перемешать и пусть обжаривается лук и морковь содержит большое количество сахара к сожалению моя морковь недостаточно большую поэтому добавлю его так вот не надо торопиться добавлять воду дайте этим сахарам карамелизоваться карамель по вкусу сахара очень сильно отличается так что не спешите когда морковь станет мягкой можно будет вернуть казан мясо сразу и посолю немного и зиры добавлю но это пока не вся зира что будет в плове но воду пока все еще не добавляю нужно дождаться когда морковь насчет издавать такой специфический пловный запах и вот только тогда добавляю кипяток что касается количества я лью так чтобы морковь и мясо были не просто полностью покрыты водой но еще примерно на полтора выше слой воды сразу же сюда стручок острого перца и парочку голов чеснока что касается шафрана его можно добавлять можно не добавлять специи совершенно необязательное и все вот эти вот вы крутасы танцы с бубнами с предварительным завариванием шафрана или с растиранием ступки с солью в данном случае ну просто смешные потому что в том богатстве вкусов ароматов которые составит сегодняшний плов тут и мясо обжаренная и лук и морковь и зира и барбарис тонкий-тонкий аромат шафрана просто потеряется никакого волшебного аромата в составе такой богатейший палитры вы просто не почувствуете он слишком тонкий вот в этой коробочке он конечно пахнет и так достаточно сильно но если добавить его в этот казан к этой куче продуктов то этот аромат просто потеряется поэтому добавляем мы его по сути фактически только ради цвета а поэтому завариваю предварительно не заваривай растирай футки не растирай все равно в зирваке за время варки он прекрасно даст весь свой цвет так что прежде чем совершать таинственные телодвижения ты лишь запомолять священному шафрану просто подумайте зачем вы совершаете те или иные телодвижения сами подумайте а не слушайте что он там очередной торговец пряностями на рынке напел мне нравится пол с барбариса можно конечно резюмом положить но попадающие в плове кисловатая ягода барбариса на мой вкус это классно так что положу их они частично дадут кислинку в зирвак но основная часть кислоты все-таки останется внутри ягод теперь пора положить айву целиком пусть варится и вот теперь очень долгое ожидание полтора то и два часа напомню что у меня говядина да еще такая говядина которая требует длительной варки для того чтобы раскрылись все ее вкус и ароматы если вы используете баранину то варить конечно долго но не более полутора часов любой баран за это время развалится в хлам а perfect Продолжение следует... Пора убирать отсюда чеснок и айву. Я хочу добавить среднеизятский горох, нут. Это я купил готовым, уже отваренным. Если вы будете использовать сухой, то его нужно сначала замочить часов на 8-12 в прохладной воде и закладывать в зирвак, вариться одновременно с наливанием в него воды. Обратите внимание на цвет бульона. Он стал насыщенно красным. Мутным, то сейчас... Так, где мне набрать, чтобы вам показать? Давайте вот здесь. Вот здесь. Вот там под маслом, видите? То есть вот эта муть сконцентрировалась такими кусочками. Сейчас сильное кипение. Если чуть убавить кипение, то вот эта муть осядет. Короче, бульон должен быть красным, а если им еще медленно варить, то он еще будет прозрачным. Вот у меня все-таки не до конца прозрачный. Это плохо. Потому что сложно здесь на углях регулировать температуру и силу кипения. И сейчас надо пробовать. Бульон должен быть чуточку более соленым, чем хотелось бы так, чтобы есть. Потому что часть этой соли возьмет в себя рис. Да, смотрите, очень хорошо угадал с моментом посол зирвака. Мне добавлять ничего не надо. Не надо спешить и сразу доливать воду. Пусть весь зирвак внизу закипит, пусть масло ароматное всплывет через слой риса, и пусть каждая рисинка этим маслом будет покроется. Вот теперь можно кипяточку сюда. Количество зависит от того, какой рис вы используете. Для этого вот такого количества будет в самый раз. Опять жду закипания. Сейчас мне нужно сильное и равномерное кипение по всей поверхности. Почему сильное? Так ведь я сейчас сверху чистой воды налил. А мне нужно, чтобы рис впитывал не чистую воду, а вот этот ароматный бульон из зирвака. Поэтому в идеальном варианте, конечно, нужно готовить так, чтобы зирвак при варке содержал ровно то количество воды, которое требуется для риса. Чтобы сейчас при закладке риса доливать воду не потребовалось. Но я редко готовлю на улице под открытым небом. И угадать, сколько именно воды выкипит в этих условиях на открытом огне за 2 часа, мне очень сложно. Тем временем рис набухает. Впитывая себя весь этот бульон, нагрев можно немножко уменьшить. Просто отодвину эти корзины с углем. И все. Так, корзиночка. Вот так. И добавлю вторую порцию, последнюю порцию зиры. Немного. Вот так. Надо дождаться, пока вода выкипит и впитается в рис. Смотрите, воды там уже не осталось, только масло. Значит, пора возвращать в плов все вкусности. Найву. Чеснок. Вот так. Остается накрыть плов плотной крышкой и оставить томиться уже фактически без нагрева минут на 40, а то и на час. Сначала тарелкой, чтобы для каждой рисинки создать одинаковые условия. Я имею в виду, что часть риса, которая там внутри лежит, окружена со всех сторон своими товарками. А тот рис, который лежит на поверхности, окружен другим рисом, только с боков. А сверху он ничем не прикрыт. Вот я тарелкой накрыл. Влага из риса будет выделяться наружу и удерживаться тарелкой. Соответственно, обратно вот в этот верхний рис и вернется. Таким образом, создадутся одинаковые условия для каждой рисинки в этом плове. Ну, насколько получится одинаковые. И он равномерно распарится. А пока этот процесс идет, нарежу сладкого лука для салата и сладких помидор. Перерыв. Пора уже заняться солировкой. Айву и чеснок опять уберу. А рис надо перетряхнуть. Мясо вынуть. Мясо вынуть. Пловчика с кусочком мяса с нахутом. Ага, и вам приятного аппетита. Из кусочка майвы. Ферия. Это, конечно, с хорошей бараниной. Это было бы еще ароматнее. Но вот эта говядина, вот честно сказать, вот ненамного хуже баранины. Потому что жилистое мясо, потому что долго готовилось, потому что богатое коллагеном. Оно очень нежное. Просто феерично нежное. И айва, конечно, вытягивает. Еще и чеснок, и перец. О, да, ну и салатика. Со сладким перцем. И с помидорками. Прекрасно. Спасибо за компанию. Всем пока. И да, по промокоду фреска, вы помните, да? Очень приятная скидка. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!